Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем разбирать тему Woodmort. Это урок 34. Переходим в Woodmort, настройки темы, дальше магазин, раскрываем вкладку. И в этом видео настройки – страница благодарности и индикатор бесплатной доставки. Итак, страница благодарности. Давайте посмотрим. Нужно добавить какой-то товар в корзину, оформить заказ, чтобы увидеть страницу благодарности. Далее нажимаем «Подтвердить заказ». Мы видим классическую страницу благодарности с информацией о заказе и платежным адресом самого клиента. Возможно, часто задавались вы, как это менять. Вот, возможно, хотите полностью переделать эту страницу, чтобы она вообще отображалась и кастомизировать, допустим, через Elementor. С Woodmort это возможно. Давайте посмотрим. Во-первых, пишем текст. Просто сейчас беру пример. Спасибо за заказ. Пишем текст, сохраняем настройки. Этот текст будет появляться над всей информацией, вот здесь. Вы можете воспользоваться HTML-блоком. Я уже об этом много раз говорил, показывал, как это делать. Смотрите мои предыдущие уроки. HTML-блок создаете через Elementor, потом его здесь подцепляете. Красиво оформить вот страницу. Спасибо. Либо просто здесь текст. И вот это вообще важная вещь. Когда хотим собственную вообще страницу, то вот здесь мы отключаем, обновляем страницу, и мы ничего не видим. Мы все скрываем. То есть это полная, кастомизированная будет страница благодарности. Можно просто текстом написать, а если хотите прямо оформить красиво, может быть с анимацией, с какими-то данными, то через Elementor HTML-блок эту страницу можно оформлять. Движемся с вами дальше. Индикатор бесплатной доставки. Вот это поистине интересная штука. Изначально можно вообще ее отключить. Это будет появляться в разных местах. Такой прогресс-бар, сколько вам там осталось до того, чтобы получить бесплатную доставку. Но перед этим вы должны в своем WooCommerce интернет-магазине в настройках доставки создать бесплатную доставку и указать там сумму, от какой будет бесплатная доставка. Потом только настраивать вот этот момент. И давайте дальше. У нас это включено. Дальше расчет. То есть от какой суммы будет пользовательскую. Вот здесь вот можете установить. У меня сейчас магазин принимает в долларах. Я могу вот здесь установить доллары. Но если я в WooCommerce уже выставил бесплатную доставку, у меня там бесплатная доставка от 500 долларов, тогда я выбираю, базируется на WooCommerce. Именно будут считаться настройки бесплатной доставки, которые я задал в самом WooCommerce. Дальше скидка по купону. Ну, вы здесь решаете, можно ли еще использовать купон скидочный, если при, допустим, сумме 500 долларов или выше, он уже получает бесплатную доставку. Скидка по купону может ли действовать? Это вы решаете, будет вам это выгодно или нет. Дальше здесь вот в подсказках смотрите. Четыре ползунка, переключатели, где выводить вот этот индикатор. Я считаю, что он прикольно смотрится везде. Везде его включил. А дальше вы пишете. Здесь у вас будет на английском языке. Переменуйте на русский. Тексты. То, что будет в квадратных скобках, вы не трогаете. И еще одно сообщение. Ваш заказ имеет право на бесплатную доставку. Этот текст будет появляться тогда, когда человек достиг лимита бесплатной доставки или превысил его. Дальше сохраняем настройки и пойдем смотреть. Переходим в магазин. Посмотрим области, где это все выводится. Давайте я зайду, допустим, в квадрокоптер. То мы видим вот такую вот плашечку. Посмотрим в имитации мобильного устройства. На мобилке это окно тоже смотрится симпатично. На мой взгляд, то есть очень крутая штука. Показывает, сколько нужно добавить в корзину, чтобы получить бесплатную доставку. Квадрокоптер стоит почти 200 долларов. Если я прибавлю и положу в корзину, то, во-первых, вот здесь, вот здесь, во-первых, это будет меняться значение. Появляется ползунок, он тоже будет прибавляться. То есть, смотрите, это и здесь показывается, да? Это показывается и на просмотре корзины. Вот это, где появляется. Это и при оформлении заказа. Вот здесь вот это показывается. То есть, вы сами решаете, где это отобразить. Давайте я добавлю еще мелкий товар, чтобы вам показать, как работает вот этот индикатор. Прямо на странице оформления посмотрим. Ранее я же вывел вот сюда возможность плюсовать, прибавлять единицы товара. И заодно мы увидим, вот смотрите, остается до бесплатной доставки 91 доллар. Вот этот вот товар за 11 долларов я прибавляю в 2 штуки купить. Здесь уже показывается, видите, 80. И вот этот прогресс, он, видите, ползет к финишу, скажем так. Так, здесь тоже цена меняется, это все работает хорошо. Достигаем того, чтобы здесь была полная линия заполнена, и текст меняется на тот, который вы замените на свой русский. Ваш заказ имеет право на бесплатную доставку. Или все что угодно. Или там, поздравляем, вам доступна бесплатная доставка. И, естественно, доставку вам надо тоже заморочиться сделать в WooCommerce. То есть человек вот здесь вот выбирает бесплатную доставку. Она появляется только тогда, когда достигнут лимит. Этот лимит, я еще раз повторюсь, нужно настроить в самом WooCommerce. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... Продолжение следует...